Кинофестиваль пробуждения Кинофестиваль Действительно, программа кинофестиваля была очень насыщенной. Повсеместно в городе проходили различные мероприятия. В кинотеатре «Планета» проходили показы конкурсных работ. В Центре детского творчества «Радуга» демонстрировались анимационные фильмы для самых маленьких зрителей. Круглый стол с актерами и режиссерами прошел в Дмитровской центральной библиотеке. В этом году у нас в конкурсе всего шесть картин. Закрывает фестиваль картина Станислава Говорухина. Все картины 2016 года, кроме картины «Закрытие», она 2015, по-моему. И, ну, бессмысленно говорить про все фильмы. Во-первых, мы еще не наградили никого. Голосуют у нас зрители. Но, во всяком случае, здесь замечательная картина «Досталь», «Амонах и Бес». Красная картина «Жили-были мы» и другие. Всего шесть фильмов. Но, еще раз говорю, что мы в этом году решили сделать вот такой раз в год кино, как и народное голосование. Егор Кончаловский также отметил, что очень доволен тем, как активно ведут себя дмитровчане. Это касается еще одного проекта «Наш Подмосковье» – народный фильм. В Дмитрове удивительная публика. Я каждый раз приезжаю, я же не раз в год приезжаю, мы же готовим как-то чуть-чуть фестиваль, то есть, соответственно, чаще бывают. Но мне кажется даже, что уже зрители в Дмитрове, публика в Дмитровске, они уже привыкли к фестивалю, они уже идут. Потому что они знают, что они смогут посмотреть у нас то, чего очень может быть не будет в кинотеатре. Трансформеры будут, а этого фильма нашего российского не будет. И здесь очень благодарная публика. В том году было просто невероятно. Показ фильма «Училка» просто не отпускали Ирину Курченко в несколько часов. Зрители смогли увидеть экипаж Николая Лебедева. Приключенческий фильм режиссера Андрея Томашевского «Уроки выживания». Повелители снов молодого режиссера Ирины Багровой. Врач Гоша Куценко. Конец прекрасной эпохи Станислава Говорухина. И монах и бес Николая Достоля. Сергей Кемпо сегодня представил кинокартину «Экипаж», где он сыграл одну из главных ролей. Среди конкурсных работ, несмотря на конкуренцию, выделил картину «Монах и бес». Мне нравится юмор. Мне нравится, наконец-то, юмор, самоирония. И поэтому, наконец-то, в русском кино я увидел потом там прекрасную тему. И вообще это кино здорово сделано. Начиная, видно, что оно качественное. Актерская игра Трибунцева и всех других потрясающе. И вообще я первый раз на фестивале, Дмитрий Иванов, первый раз. И, честно говоря, я хотел уехать. Но пришел сюда, и меня это заволокло. Я что-то сижу, как ребенок, болтаю ногами, слушаю музыку, отдыхаю. Мне очень все нравится. И атмосфера тут хорошая. Финалом кинофестиваля стал концерт, в котором был задействован оркестр губернатора Московской области и всем известный Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Это совместный спектакль, в котором рассказали историю российского кинематографа. Во-первых, я должен сказать, что вот это представление, которое предшествует нашей небольшой церемонии закрытия, оно очень здорово сделано. И то, что касается театра, который возглавляет Сергей Безруков, губернский театр, мой товарищ Сергей Безруков, они сделали замечательную программу. И очень приятно, что вообще, приятно, что в Подмосковье очень сильно повышается просто уровень и качество культурных мероприятий. И это люди видят и идут на это. Вот я сегодня очень доволен, мне очень понравилось. Я был тронут несколько раз до слез мелодиями старых советских картин. И это очень здорово. На несколько часов Советская площадь превратилась в кинотеатр под открытым небом. Восемь часов вечера прошло закрытие кинофестиваля. В торжественной обстановке Егор Кончаловский провел церемонию награждения конкурсантов. А полдевятого дмитровчанам презентовали фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Субтитры создавал DimaTorzok